МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и толерады у компании Гомель, у студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухо этим выпуску. 77 годов свободы родных охорода. Сёння – день вызволения Гомеля. Анализ работы Галины на посаджении Аблвы-Канкама обмерковали шляхи удосконаливания сферы жильево-коммунальной господарки. Не раскаялся и не признал вину. Гомельчанину, які удары у милиционера, вынесли при суд. А зараз об этом и іншим больше подробязна. Керовники органов улады и депутаты национального сходу, представники працовных коллективов и громадских организаций. Сёння, каля меморияла «Вечный огонь» прайшоу митинг, присвеченный 77-й годовине вызволения Гомеля. Гэты дзень ухысторы Гомеля можно назвать сапрауды знаменальным. 26 листопада 1943 года у 9.30 хвилин ранецы червоная армия увайшла у город. Убачанная не покинула равнодушным нікоха. Ровно за месяц до вызволения оккупанты начали метанакерованную операцию по знищению Гомеля. За час оккупации от рук ворога загинуло свыше 50 тысяч мирных жахаров. В городе было разбурено больше, как 5 тысяч будинков и весь промысловый сектор. Але уже в середине 1944-го предприемства начали работу. Первым продукцию выпустил шклозавод. Сучасное поколение гомельчан не только отдая Данину поваги своим проткам, але и робить усе, как Беларусь заставалась одинной, моцной и незалежной краиной. Супрацовник гомельской мытни Кирилл Сергучоу унук героя Советского Союза, гонорового грамадянина Гомельской в области Рыгора Денисенки. Знакомитый дед для его соправдный узор добросумленного служения Айчыня. Награды, фотографии. Вся память она вот здесь, вот здесь. После человека это уже просто вещи остаются. А все воспоминания, все воспоминания, да, все, что он делал, рассказывал, какими мы его помним. Память загинувших у великой Айчыной земляков сегодня ушановали побоч с курханом славы. Тут прошла акция «Беларусь – земля славы ратной». Еще совсем недавно здесь впереди стояла шеренга наших ветеранов. Их было много, но в этом году мы в силу сложившихся обстоятельств их не приглашаем. И осталось их уже совсем мало. За пандемией организаторы вырошили ветеранов войны по Берахчы, тому сегодняшнее мероприемство без наших поважанных земляков. Але яны не забытые. Кожное слово на митингу об этих великих людях и их загинувших однополчанах. Об их подвигах, покажутся и подчас унесения капсул со священной землей с места усмутку и воинской славы. Гэта земля – сведок героичных подвигов тех, кто змагался за перемогу. Эти мероприятия всегда были важны, всегда актуальны, а в нынешнее время они еще более нужны. Потому что патриотическое воспитание молодежи, оно всегда было и есть самым главным оплотом нашим. На сегодняшнем посаджении Абл-Выконкам обмеркованы шляхи удосконаливания работы жильево-коммунальной господарки. Не глядячи на изменшение колькости претензий до якости оказываемых послуг, частка запланованных мероприемств уселета реализованная не в полном объеме. Увогулі у Галине ЖКГ нема неводного стратного предприемства, а агульный прибыток перевысил 4 млн рублев. Разом с тем, в широких причин оказывает негативный уплыв на реализацию планов. Так, на проведение работ по доброму порадкованне выдатковано усяго около 40% необходимых сродков. Размова может так само исти об наявности несвочасовых разликов за оказанные коммунальные послуги. Перш за все, юридичными особами. При этом, колькость претензий до самих коммунальников по якости послуг все лето знизилась на 1,5%. Готоплановый показчик. В ближайших планах областной жилево-коммунальной господарки открыть до конца года станции обезжалезвания в населенных пунктах Добружского, Житковицкого, Лоевского и Хойницкого районов. Протяг замены инженерных сеток и удоскональывание системы по сбору и перепроцовуцы другостных материальных ресурсов. Меняешь сети, соответственно, улучшается качество водоснабжения или надежность улучшается, теплоснабжение, снижаются потери. Если перекладываем сети теплоснабжения, соответственно, у потребителя температурный график соблюдается. Модернизировали котельную, снизилась себестоимость. Соответственно, граждане тоже в конечном итоге, либо меньше на них нагрузка будет последующим, с учетом того, что сейчас теплоснабжение возмещается всего лишь гражданами 20% от себестоимости. Но вот посредством всех этих мероприятий достигается как качество, своевременность, безаварийность оказания работ, так и снижаются затраты. На Гомельщине протягивается мониторинг цен на продукты харчавания. У рейдовых проверках принимают удел представники органов улады, депутаты и представники областной профсоюзной организации. У объекты гандлю выехали и наши журналисты. Рынок Давыдовский, сирот Гомельчан корыстается достатково значной популярностью, перш за все за великого ассортименту и демократичных цен. Тут и фермеры свою продукцию пропануют из приватных подворков садовины и городнины шмат. До того ж працуют ферменные крамы буйных вытворцев харчовой продукции. Подчас рейду, у яким принимает удел представник органов улады, депутат национального сходу и представник областной профсоюзной организации, поравновываются цены, які были у гандлевых кропках некальки месяцев тому и зараз. Наибольший значный рост означается на аллей. Цены очень выросли в последнее время на масло подсолнечное. Я общалась с работниками торговли. Чем объяснимо? Ну, объясняю тем, что масло растительное завозное и в этом году неурожай семечки. Помните, когда-то было у нас тоже рост цен на гречку из-за неурожая. Ну, во всяком случае, такое объяснение я получила у работников торговли. Что тыжится иншей продукцией, то рост цен на ее знаходится у рамках инфляционных процессов. За выключением махчима садовины и городнины, кошт яких у значной ступени залежит от сезону. Хоть и тут есть выключение. Коли у городских гандлевых крамах томаты можно набыть у середнем за 5 рублей за килограмм, то в фирменной краме сельгаз предприемства Брыльева практически у двоя тоней. А про тагоник, глязячи на инфляцию, цены на первоважную большесть консервы у заховали на минулогоднем узровне. Депутат национального сходу Ирина Довгала-Пераканана. Такая ценовая политика дозволяя людям зарабить свое харшование больше разностайным. Самое интересное, что консервированная продукция Брыльева, она востребована не только в зимний период, когда, как обычно, используют население консервированную продукцию, но и в летний период. И, что самое важное, всегда можно найти в школьном питании, детских дошкольных учреждений именно соки и продукцию Брыльева. И сегодня это действительно важно, потому что это экологически чистая продукция и как раз таки по ценному фактору для бюджетных организаций самая приемлемая. Еще один прием, который выкористовывает буйные вытворцы сельскохозяйственной продукции – проведение акций по продаже товара побольше низким, чем обычно на ценах. Зуликом того, что они проходят в фирменных крамах, можно быть выполненным. Таней продукции не будет уже нигде. Перед новогодними святами такие акции станут еще больше массовыми. На процентов 7-8-10 процентов где-то так снижается. Даже может больше. У нас акционный товар очень хорошо идет. Даже определенный стаж не на акции товар, он тоже хорошо у нас идет. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макенка, телерадокомпания «Гомель». До инших тем. Вердикт суда Центрального района 5 годов позбавления воли у колонии агульного режима. Учера у Гомеля вынесли при суд 31-годовому непрацующему мясовому жахару, який оказал сопротивление милиции при затримании. По ходатайнистве процесс объявления приговору проходил с выключенной видеокамерой. С дымки дозволено было вести только до приходу суддей. На это мелася усяго хвилина. У судовую залу приводят осудженого. Тварь закрыты маской. Под объективом камеры мужчина глыбей насовывает капюшон. Трапил он сюда с западей 12-го жнивня. У той день не твярозы мужчина прозакно квартиры, якая находится в доме на супраццирку, нецензурно выказывался в адрес супрацовника милиции. Так само кидал у их бок бутыльки. При администрационном затримании сопротивлялся и на умысло ударил милиционера. Под час расследования судового разбиральництва вину не признал. До речи, это уже не первый туремный термин для гамельчанина. За кратами поспел побывать и за иншие злочинства, у темлику за вымагальництва и незаконный оборот наркоты КАУ. Обращаясь ко всем гражданам, хотелось еще раз напомнить о необходимости соблюдения законов Республики Беларусь, недопустимости применения насилия и совершения иного рода противоправных правонарушений и преступлений, поскольку в соответствии с принципом неотвратимости ответственности виновные лица будут привлечены к административной уголовной ответственности за совершенные ими противоправные деяния. Дождливый листопад беда для автомобилистов. Статистика наездов на пешеходов не дня, коли правоохолные сводки не пополнялись обновыми фактами травмирования пеших удельников дорожного руху. Особливо шмат наездов в темный час суток. Держа-Алтоинспекция по всей краине проводит мероприемства по фликеризации насельництва. В протяге темы наступный сюжет. У 7.30 ранец супрацовники ДАИ працуют на самых популярных маршрутах пеших удельников дорожного руху. Отпрацовывают пешеходные переходы на оживленных трассах, тримают на контроле участки дорог и зебры в городах, где по статистице часто отбываются ДТЗ. При этом у основным размовы идти про профилактику. Почас планового мероприемства практически до кожного пешехода индивидуальный подыход. Тым, кто не поклопотился обтымка обстать на дороге прикметным, инспекторы дороть фликеры и навод примацовывают им людям на оденье. То есть, что эта работа на показ может сдаваться только обывателям. Для инспекторов, які штоденно башать наступство наездов, это необходная мера продухеления ДТЗ. В настоящее время пешеходы знают, пользуются тем, что пешеход на пешеходном переходе имеет преимущество. Есть такие случаи, что как молодежь пользуется наушником во время перехода через проезжую часть, водитель, управляя транспортным средством, так как он является источником повышенной опасности, не сразу может остановить свое транспортное средство, не будь то легковое транспортное средство, а грузовое. И поэтому случаются такие вот случаи, как наезд на пешеход. Дорожные знаки и разметка повышенной бачности, контроль дорожного руху у непосредной близкости от пешеходных переходов основные меры продухеления наездов на людей. Однако и их недостаткова, треба персональная увага кожного водителя и пешехода. Только с початку ты дня у Гомельской области отбылись 7 ДТЗ. У Гомеля на пешеходном переходе сбита 41-годовая жанчина, автомобилисты не соступил ее и дорогу. По той же причине отбылся наезд у Рэшицы. Там лесовоз зачапил мужчину, а вось выпадок, який так само отбылся у райцентры. У вечера жанчина-водитель наехала на мужчину, який без фликеров лежал на проездной часце и, по попередней информации, был пьяный. 42-годовый пешеход загинул на месте. Огромная просьба ко всем неравнодушным о том, чтобы сообщали по номеру телефона 102 в случае, если увидели на проезжей части дороги нетрезвого пешехода либо пешехода, который двигается по проезжей части без световозвращающего элемента либо лежащего на проезжей части человека для того, чтобы мы имели возможность вовремя предотвратить происшествие на дороге. У Гомельской области за 25 дн. листопада отбылся 24 ДТЗ за делом пешеходов. 9 человек у них загинули, 14 отрымали травмы. Видово, что практически не было и дня, когда бы не отбывались наезды. До того, что сдарались 3 ДТЗ с велосипедистами. Один из их загинул. В уголе ж безстрашность таких удельников дорожного руху вельми здеуляя. Гэты велоаматоры поехали про сдвойную сплошную полосу, не глядячи на присутность побочек экипажа, да и и телекамеры. Восемярку, и что гэта дорожная неписьменность або отшувание беспокаранности. Але такие маневры, як и переход дороги на дорогах. Александр Гамоля, Андрей Иванов, телерадиокампания «Гомель». Делегаты Гомельской в области приняли уделу в 14-м з'езде Белорусского союза журналистов. За эпидемичной ситуацией он пройшел в формате видеоконференции. За встречу присвятили теме журналистика у эпоху новых медиа, постправды и фейк-ньюз. Удельники з'езду казали про роль у СМИ в сучасном громадстве. Громадянской и моральной позиции журналиста уносили про пановые по удосконалению работы редакции. Так, наприклад, БССЖ планует умоцовать комиссию поэтыцы. И она будет допомагать буйным медиахолдингам поддерживать высокие этажные стандарты. С уликом развития интернет-журналистики прагучали про пановые проводить серые навучальных тренингов с запрошением контент-менеджеров. Нагадаем, Гомельская областная организация союза журналистов з'является одной из наибуйнейших в Украине и наличвая каля 200 членов. Прошлый год и этот год выдались наиболее такими удачными для нашей братьи. Немало журналистов были награждены очень высоким званием «Золотое перо». Это высшая такая награда журналистская. Некоторые стали мэтры заслуженными журналистами. Появляются новые медиа, нам тоже нельзя отставать, телеграм-каналы, блогерство. Все это будет сегодня обсуждаться очень остро, дискуссионно. Делегаты з'езда брали новый состав управления БСЖ, секретарията, комитета по премиях и профессийной этой ци-журналиста. Старшиней правления БСЖ перообраны Андрей Кривошеев. З'езд так само принял декларацию употрымку внутренней и внешней политики, накерованной на умоцевание незалежности краины и института правовой державы. Боевыми дорогами Рыгора Ильина або 300 джон на заход. У центральной городской библиотецы имя Герцина пройшла презентация книги. Аутр выданья Дмитрий Чарнявский, редактор газеты Гомельские ведомости, переможца национального конкурса друкованных СМИ «Золотая литра». Книга у васаблення проекта гомельских ведомостей. Першопочаткова читачи газеты знайомилися с материалами аутара в выгляде артыкула у промеркованных до 75-ти годя вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Рыгор Ильин сборный в образ. Документальный мостатский нарыс представляет собой анализ реальных фактов, уплетенных в сюжет. Он рассказывает, как бойцы червонной армии 2019 года в общей сложности на создание книги, на публикацию ушло год и три месяца. Почему выбор пал именно на этого персонажа? Это такой собирательный образ Григорий Ильин. В нем воплощены все лучшие героические идеалы наших дедов, отцов и прадедов, которые сделали многое для освобождения нашего города. Визуальные образы героев на сторонках книги створила театральный мостак Катярина Воронько. Ее акварельные иллюстрации представлены у выставочной просторы библиотеки Мягерцена. Это и а так самая иншая новинная информация об проектах телерадиокампании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых сустречу эфиры. Де Факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле на пожаре в многоэтажке спасен пенсионер и эвакуировано 25 человек среди тех, кто покинул здание пятеро детей. Пожар произошел накануне на улице Черниговской. Горела квартира на втором этаже. Спасатели обнаружили хозяина в бессознательном состоянии на полу между комнатой и коридором. Медики реанимировали мужчину и доставили пострадавшего в больницу. Во время пожара работники МЧС эвакуировали с верхних этажей 25 человек, включая детей. Никто не пострадал. Причина возгорания – неосторожность при курении. За прошедшие сутки на территории Гомельской области было зарегистрировано пять пожаров, повреждены три строения. Также по причине неосторожного обращения с огнем при курении произошел пожар в частном доме деревни Смыкович и Октябрьского района. Уничтожен сарай и кровля жилища. Обошлось без пострадавших. Сегодня около часа ночи спасатели выезжали в деревню Дуравич и Будокошелевского района. Там случился пожар в дачном доме. Пострадавших и жертв нет. Ну и, конечно же, не обошлось без нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В Жобине загорелась проводка под деревянной обшивкой в частном доме. Спасатели потушили возгорание. В Гомельской области накануне произошло два наезда на людей. В Ельске под колеса автомобиля ГАЗ попал велосипедист. Его госпитализировали. А в Гомеле пострадал 17-летний парень. Он выбежал на проезжую часть в неустановленном месте на улице Красноармейская из-за припаркованного автомобиля. С травмами юношу доставили в больницу. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4 и берегите себя. Увидимся. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Состоялись матчи чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужчин. Гомельские рыси ездили в гости к Витебскому Рубону. Поединок закончился победой хозяев 78-87. Параллельно молодежка столичных цмоков принимала на своем паркете команду Рцобс-Дюшор. Победили драконы со счетом 98-38. Завершился третий и четвертый тур юношеского чемпионата Беларуси по мини-футболу. В четвертом туре первенства среди команд Ю-19 встречались ГРГУ и Академия МВД. 7-3 в пользу футболистов из Гродно. МФК УВД Динамо сыграл с Минском итоговый счет 2-2. Борисов 900 разгромил молодежку Витена 10-1. В паре ВРЗ и ЦКК сильнее оказались представители Светлогорска 4-8. Также прошел перенесенный поединок третьего тура между БЧ и Борисовым 900 победили гомельчане 4-1. В столичном доме футбола состоялась жеребьевка стадий 1-16 и 1-8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. В 1-16 финала сыграют только два представителя нашей области Мозорская Полесье и Ричицкий Метрополис. Победители этой пары пройдут в 1-8 финала. С этой же стадии начнут свое выступление в Кубке и команды высшей лиги. Игровые пары этого этапа вы видите на своих экранах. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.